Приветствую вас, друзья! На третьем нашем задании писательского марафона повторю кратенько о том, что у нас было. Мы определяли миссию, определяли, зачем нам писать книгу, затем мы боролись против прокрастинации, приручали ее, делали ресурсом дополнительным. Еще мы проговорили, но не было системы штрафов и поощрений, это тоже важно, так как мы люди такие, важно себя тоже поощрить. Второй момент. Еще добавим инструменты, техники, которые помогут нам достичь наших целей. Это хвастовство как элемент самомотивации, то есть если мы кому-то расскажем, что мы хотим написать книгу, то это будет еще одним определенным обязательством, которое нам будет некомфортно не выполнить. И также существует множество техник самомотивации, это и техника молодец, и красавчик, очень много разных техник. Так, я сделаю чуть-чуть, чтобы мне было комфортно. Идем дальше. Талисманы, ритуалы, но не с точки зрения эзотерики, а с точки зрения формирования условных рефлексов. Если мы какую-то последовательность действий связываем с каким-то состоянием, а не какое-то состояние связываем с последовательными действиями. Ну, хотя, может быть, и так, и так. В принципе, как в актерской игре, можно идти от физики к эмоциям, а можно идти от эмоций к физике. И это и так, и так работает. И также можно наделять не только какую-то последовательность действий, но обычно какие-то простые движения. Вот так вот уже покажете себе уже, как ваше настроение поднимется. Пусть не намного. Или вспомните, как вас поощрял тренер, допустим, каким жестом. И таким образом тоже можно себя поощрить. Также можно... Талисманом, кстати, может быть не только неживое что-то, какой-то предмет, но может быть, например, кошка. Тоже можно быть талисманом. Так, что-то тут у нас идет. Вот, я надеюсь, меня слышно, все видно. Меня видно точно, а вот слышно, я думаю, тоже слышно. В любом случае, мы движемся дальше. И что еще важно? Что еще важно? Если у вас какие-то есть вопросы, то задавайте. Это тоже очень важный момент. Важный момент, который поможет донести больше пользы. И сегодня такой бот больше, да, такой формат вопрос-ответ. Поэтому открывайтесь, вдохновляйтесь и задавайте свои вопросы. Следующий момент. Скажите, нет перфекционизма. Так, я вернусь обратно. Нет перфекционизму. Сказать это важно. То есть не заставляйте себя быть идеальным во всем. И в сюжете, и в проработке героев, и так далее. Потому что можно закопаться и остаться на этом этапе. То есть процесс будет давлять над результатом. Можно закопаться в процесс и никогда не достигнуть результата. То есть разрешите себе ошибаться, обляпываться в мороженом. Вот такая метафора. Эту метафору я взял у Альберта Сафина. Такого интересного куча. И, конечно же, если вы что-то не знаете в процессе создания книги, всегда можно загуглить. Я имею в виду какие-то моменты, связанные с какими-то историческими моментами. Если вы пишете про историческую эпоху. Какие-то другие данные, происхождение имени, если это важно. И так далее. Идем дальше. Так, я нажимаю не там. У меня тут два экрана. Поэтому сегодня поговорим о двух великих хартиях вольности. Ну, так как писатель Крис Бейти, он англоязычный, поэтому для него хартия вольности у нас можно воспринять, как, ну, в принципе, тоже вольное. Крестьянам давали вольное. Отмена крепостного права нам давали паспорт. Вот, кстати, паспорт. Это один из документов, который показывает, что мы уже не рабы, как минимум, на бумаге. Ну, а в нашем разуме там нужно работать более тонкими способами. Первое, что вы должны прописать. Татьяна, у вас есть возможность голосом отвечать? Или хотя бы писать в чате? Да, есть, есть. Да, здорово. Расскажите, появились ли у вас какие-то вопросы, которые связаны с писательством, с подготовительной работой? Есть что-то, какие-то... Ну, вопросов особенно нет. Почему? Потому что, чтобы были вопросы, нужно с чего-то начать. Пока это только в голове. И вот я смотрю, от какого лица, то это будет от первого лица. Потому что я вообще любитель повества, больше повествования. И повествование от первого лица. Ну, от третьего, допустим, можно. Оно больше от первого лица. Мне это больше нравится, чем от кого-то. То есть я как рассказчик или я как кто угодно, но это будет, это первое лицо. Здорово. Татьяна, вот прямо напишите, говорю да, возьмите листочек, напишите, говорю да, и вот перепишите прямо. Можно прямо голосом проговаривать ваши читательские предпочтения и прямо записывать, чтобы у нас урок еще был результативным для вас. А если я скрин сделаю? Это не обязательно ваше читательское предпочтение, а именно пишите ваше читательское предпочтение. Вот, то есть первое лицо, какие персонажи, о чем там будет, какие-то детали. Что вам нравится в книгах, когда вы их читаете? Вот об этом идет речь. В книгах мне нравится. Я не люблю фэнтези. Я люблю реальность. И поэтому я очень люблю книги, которые рассказывают о судьбах людских, о всех перипетиях, с которыми сталкиваются люди, о добре и зле, о том, что жизнь иногда диктует свои условия, то есть когда мечта и реальность не совпадают и причины этих несовпадений иногда кроются в детстве, так сказать. Иногда они возникают по ходу, когда мечты и реальность оказываются совершенно разными. Ну, вот, как я услышал, первое лицо, реальность, реальные персонажи, то есть реальная жизнь, коллизии, связанные с этим. Да. И добро и зло, противостояние добра и зла, и вот это тоже для вас важно. Для меня это важно, и я считаю, что добро и зло, оно всегда было, есть и, увы, будет противостояние, как сказал Воланд, когда посетил землю, я вечный. То есть здесь идёт противоборство двух этих сил, неважно в каких ипостасях, но это идёт. Ну да, и даже больше скажу, что это в нашем разуме происходит. Да, ну в разуме, естественно, как иногда мы, ну и часто, иногда, наверное, часто мы создаём это сами, увы, наше воображение иногда, а мысль, как говорят, материальна, и в итоге мы, может быть, накликаем это всё. Ну, в общем, это сложные процессы, но это жизнь. Да, есть ещё что-то добавить по вашим читательским предпочтениям? Ну, наверное, я бы добавила эти материальные, ой, ценности, жизненные ценности. Взгляд. Люди, которые выстраивают жизненные ценности, две линии, что важно для одних и что важно для других. Вот то, что одних интересует только материальные ценности, и ради них они готовы на многое, а для других важнее всего духовные ценности. и это, ну, не всегда понимает общество. Не всегда понимает окружение. Не общество, а именно окружение. Не всегда понимает, и отсюда возникает и предательство, и, ну, врагов таким образом люди наживают даже. Поэтому вот эти противоборства, оно было и есть, к сожалению. Непонимание. Ну, здесь причины кроются тоже во многом. Дом, семья. Зависть, то есть характер, тоже играет большую роль. Завистливый человек, несчастен сам и делает несчастным вокруг себя других. Здорово. Как вы относитесь к себе? На мой взгляд, зависть – самый большой порог. То есть, ну, как в характере. Она мешает. Спасибо, что поделились. Как вы относитесь к открытым концовкам, к хэппи-эндам? Ну, не знаю. Вот. Здесь надо подумать. Здесь нужно подумать. Я открытая концовка глав. Ну, для читателя – хорошо. В каком плане? Удовлетворенность. Вот. Прочитал – ой, как хорошо все. Но при условии, если это очень хорошо закончилось. То есть, ну, один из… Ну, только не о книгах. Хотя можно говорить и о литературе. Вот когда… С чем я, например, столкнулась, когда мы пишем сочинение по литературе, вот итоговое сочинение. И самое удивительное, что очень сложно найти в русской литературе счастливых концов. В русской классике. То есть, все очень печально, мрачно. Если брать Ивана Сергеевича Тургенева, вообще люди не могут построить ни семью, ни отношения. И ничего получается. Что-то домешает. Поэтому, наверное, нужно давать в каких-то случаях, я не знаю, свет. То есть, в жизни, сама по себе жизнь бывает жестока и коварна. Почему люди любят мелодрамы? Потому что и поплачут, и посмеются. А заканчиваются-то они всегда хорошо. Человек уходит со светлой душой, так сказать. Ему становится легче. Поэтому вот это, наверное… Хотя, прекрасно понимаешь, что в жизни бывает не всегда так, как там дается. Но, наверное, литература как… Литература дает мысли. То есть, поразмышлять. Каждый должен сделать вывод сам. Реально это, нереально. Хорошо это или плохо. Приди к этому сам. Потому что готовых рецептов нет. Нет готовых рецептов. Каждый из нас проходит свой путь и своя жизнь. И нельзя повторить почему-то образцу. Абсолютно нет. Да, и это здорово. Поэтому вот так. Да, вот у вас уже есть какой-то список. Сделайте. Поставьте его в рамочку. Напишите. И поставьте на видное место. Можно даже на заставке компьютера, телефона сделать. Чтобы вы не отклонялись от того курса. То есть, чтобы нечаянно то, что вам нравится, не попало в ваш объектив. А то, что не нравится, попало в ваш объектив. Для этого мы, кстати, сделаем еще одну работу. Это как раз то, что вам не нравится. Что бы вы не хотели, чтобы было в книге. Вообще, в книге, вот как читатель. В книгах, которые вы читали, какие книги вам не понравились. И что там было, почему они не понравились. Не хочу, чтобы вы были с психическими отклонениями. В полном смысле. Не принимаю призраков. Даже не читаю никогда. Все, что связано с мистикой, с какими-то потусторонними силами. Даже не читаю. Фильмы не смотрю. То есть, я это не принимаю всем своим нутром. Ну, драмы на основе проблемных братьев и сестер. Ну, здесь надо подумать. У меня такого не было. Ну, а вообще, примеров много за годы работы в школе. Очевидцем было того, что сестра у родной сестры увела из семьи мужа. Когда падчерица, так сказать, у матери забрала мужа. И у меня, так, это была родительница. И дети были. Бабушка, по сути дела, не могла подойти даже к внукам. Потому что, ну, эта вражда оказалась на всю жизнь. Когда отчим ушел с падчерицей, оставив жену. То есть, когда-то фильмы смотрели, некоторые говорили, такого не бывает в жизни. Увы. Да, жизнь, она гораздо интереснее любого кино. И вот с такими людьми очень сложно работать. Потому что, ну как, нравственно, видишь, правы они или нет, трудно сказать. Потому что ты не знаешь, как все там происходило. Но с точки зрения этики, конечно, дочери поступить так с матерью, это ни в какие рамки, так сказать, не укладывается. Точно так же две сестры. И когда сестра вмешивается в семью, где есть уже детки, где есть это, тем более младшая сестра. Ну, наверное, все-таки вот нравственные ценности должны быть. Любовь любовью, но ответственность все-таки должна быть. Это мой взгляд. Ну да, и тем более, когда таким образом строится семья, то... Да, и вот здесь мы видим... Надолго ли эта семья... Ну, дело в том, что семья надолго или нет, вот когда вот эта семья получилась надолго, когда дочь ушла с отчимом. Уже взрослый сын, уже вот с армии пришел парень у них. Но дочь и мать, они остались врагами до сих пор. Хотя прошло 23 года. Они не смогли помириться, потому что мать не может простить дочери, а дочь считает, что она права. Она его полюбила. И вот здесь вот безответственность, ну, прежде всего, мужчины, мне кажется. Потому что девочка, допустим, юная была, могла увлечься, могла все что угодно. А он был взрослым мужчином. Поэтому вот здесь вот вам коллизии и проблемы братьев и сестер, которые становятся на всю жизнь. Мать и дочь на всю жизнь врагами. Это печально очень. Тем более одна единственная дочь. И нет ни радости внуков, ничего, потому что ни внуки не общаются с бабушкой, ни двое мальчиков там, ни внуки не общаются, ничего. Они живут счастливой семьей. А что чувствует бабушка, мама, получается, никого это не интересует. Вот это страшно, на мой взгляд. Поэтому вот вам и коллизии, вот вам проблемы братьев и сестер, а есть еще проблемы и родителей и детей, даже в этом отношении. То, что там возрастные, это непонимание. А вот здесь вот уже мораль, этика и так далее. То есть это не то, что в фильмах как-то было там свекор с невесткой ушли. Это другое дело. Чужая свекор, хоть и невестка, но она чужая. А вот родная дочь, это уже другое. Ну, пачица не совсем родная, но да, все равно. Не совсем разная, но все равно родная кровь. Там невестка... А пачица она со стороны мамы или со стороны папы? Нет. Она была родной дочерью женщины, а ушла с отчимом. То есть отчим. Вот так. Такое тоже бывает. И если бы мне когда-то сказали, что такое есть, ну, я бы удивилась, наверное. А это я сама очевидец. Увы. И вот мальчик, один из мальчиков учился, а бабушку я тоже знала. И она вот говорит, ну как вот. Я на внуков смотрю со стороны и плачу только. Я даже к внукам подойти не могу. Вот и все. То есть враги не только с дочерью, но даже внуки бабушку не знают. В таких случаях хотя бы уехали, чтобы не быть на глазах, по крайней мере. Так что вот так. Ну да, сложная ситуация. Говорю нет излишнего морализма. А я говорю нет. Ну, вы пишите свой список, да. Поэтому. У меня тоже был этап, когда я очень сильно это напирал на чувство вины, на чувство, что должно быть только так, как я. Как я получил когда-то. Я никогда не настаиваю, что точно так, как я. Детям я наоборот своим и внукам полная свобода. Выбирайте сами. Просто вот, ну как, со стороны это не красиво. Я не моралист, даже в том плане, вот когда у меня внучка осталась на руках, мама-то у нее жива, и она просто ее бросила. Я родительских прав не решила, я не лишила, я решила внучка вырастет, пусть сама решает. Нужна ей такая мама, не нужна. В жизни все бывает. Поэтому я абсолютно ничего не делала, ни в суд не подавала, но это, тем более, это невестка, ни родная дочь. Ну, вполне мне многие говорили и в школе, что лишите родительских прав, будете от государства помощь получать. Ну, разве дело в деньгах, дело в том, что ребенок сам должен принять решение. Поэтому здесь, и поэтому я нет. У меня были надежды, что он, ну, вдруг молодая, да, со временем одумается. Нет, не произошло, не одумалось, не это, ну, моей вины в этом. Нет, я преграду не ставила. Поэтому вот так. Может быть, посылать какие-то эти открытки, которые дочка делает? Нет, они не верят, они встретились, они встретились, они это, когда уже Рита взрослая была, училась в университете, она же в Ростове мама жила, они встретились, но она мне сказала, мы с ней поговорили, и я ничего не чувствую к ней. У меня пустота. Так, так, и сейчас вот она там, мама ее иногда ей пишет в этих, ну, через социальные сети, она, отвечаю я. Но желание встретиться, там, в гости поехать, у меня нет. Ну, то есть это, ребенок сам должен принять решение. Здесь я никогда не настаивала, никогда не ограничивала. Поэтому вот здесь я не скажу, что я, ну, как, моралист, что вот так и никак иначе. Я не про вашу ситуацию говорю, я вообще, в принципе, имею, а, как сказать, объяснил, что такое морализаторство. Поэтому мне по-разному, по-разному все. Каждый должен сам принимать решение и брать на себя ответственность за то, что он делает. Вот это самое главное. Решил так, отвечай. Решил иначе, тоже нести ответственность. Вот это самое главное. А ошибаться, да, бывает, люди ошибаются. Ну, увы, ошибки, ну, бывают разные. Если человек пытается их исправить, хоть через сколько, то он имеет право на это, имеет право на прощение. А если не пытается, вот здесь уже другой вопрос. Ну, уже записали в том себе список? Да, написал. Чего вы говорите нет. Здорово. Вот это у нас как раз, это самый коварный список, который имеет тенденцию без нашего ведома попадать в книгу. Поэтому важно его тоже где-то зафиксировать и мониторить время от времени, насколько плотны вот эти преграды, которые не дают проникнуть всяким фражеским элементам, проникнуть в наше произведение. Ну, и сегодня разберем такой вопрос, как герой, каким он, вернее, не герой, а герои. У нас будет как минимум два героя, потому что герой без антагониста, ну, вернее, произведение без антагониста читать, во-первых, неинтересно, но, во-вторых, сложно такое придумать. Вот, как минимум будут два героя, поэтому важно понять, какими они будут. Вот, и как раз вот эти две хартии вольностей, два наших паспорта помогут нам лепить, ваять этого героя таким, каким он просится быть. И продумывать повествование, сюжет, ну, сегодня про героя поговорим, время, место действия и ход изложения. Вот, герой. Во-первых, когда мы говорим о героях, следует осмотреться вокруг, потому что рядом с нами зачастую есть люди, и какие-то особенности этих людей могут стать особенностями людей, которых мы будем описывать. Но так как, ну, в вашем случае и, в принципе, в случае начинающего писателя лучше начинать с себя, то одного героя мы, как минимум, уже знаем. Это нам серьёзно облегчает работу над произведением. Вот, и остальные герои, даже злодеи, должны вам быть в какой-то степени симпатичны в том плане, что вы смогли бы жить с ними или хотели бы узнать о них, почему они такие. И потому что, потому что как минимум месяц мы будем с ними жить, можно сказать, в одной комнате, и о них мысли наши будут заполнены. Поэтому важно их сделать такими, которые не будут, от которых мы потом не будем лезть на стены через несколько дней, допустим. Зафиксировали это. Давайте теперь будем конкретно уже о вашем герое. Можете называть возраст, можете просто написать в своём. Ну, если говорить о начале, то это начнётся с подросткового возраста. Угу, здорово, здорово, когда у вас такой... Да, это подростковый возраст. Вот, и потом взросление параллельно будет идти. Есть герои одно, а потом пойдут другое, ну, то есть пути разойдутся. Угу. И пересекаться будут только в определённое время, и вот здесь будет видно, кто есть кто. Угу. Здорово, Татьяна, у вас уже есть представление. Я просто ещё один нюанс скажу. Для тех, кто начинает только писать, то я советую брать либо свой возраст, либо чуть помладше. И это будет легче гораздо. Но если вы хотите узнавать больше, то можно писать о любом возрасте. То есть нужно сделать определённую сеть. Это надо попробовать. Да, задумано. Надо попробовать. Да, исследовательскую работу провести, а насчёт того, о каком возрасте... Здесь просто вот я смотрю, набор желаний, да, мечтаний, да, и финансовые возможности, они тоже будут идти в рост. У тех героев, которые есть. То есть какие финансовые возможности у одного и какие у другого, какие мечты у одного и какие у другого. То есть здесь... Ну, на этом и будет строиться кризис, это здорово. Да, затем продумываем полгероя, полгероев, потому что героев, как мы уже сказали, будет несколько. Как минимум главный герой и антагонист, а ещё могут быть другие герои, но я не советую много героев, чтобы... Да, запутаешься. Да, запутаешься, и процесс написания романа будет бесконечный. Как у Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Да, да, ну, у него-то конечный... У него... Ну да, это конечный «Война и мир». Начиналось-то с дефабристов, название было другое, и всё было другое. Да. Более 500 действующих лиц, конечно, запутаться. Да, ну, в Онегине тоже немало действующих лиц. Ну, Онегин там особый, понимаете, он же роман в стихах, это особенный талант. У Онегина, да, их там немного, но там и композиция непростая, и язык. Я имею в виду, там много как раз героев, но они просто... Действительно, талант писателя в том, ну, Пушкина в том, что он даже проходных персонажей сделал выпуклыми и понятными, и узнаваемыми. В этом отношении, ну, как, композиционно, проще у Лермонтова, героя нашего времени. Каждая часть имеет своё начало, имеет своё завершение, а связующее звено – главный герой. Ну, у него, с точки зрения сюжета, завёрнута там изменения. Это да, ну, это первый психологический роман, это первый психологический роман русский. Машины времени у него там разворачиваются. Там же и хронология нарушена. Вот я про это и говорю. Там нарушено, там всё не так, как... Там непросто, но в отношении я имею в виду, что вот взять, если вот это что... Есть главы, то есть название каждой части, допустим, да, хронологию можно выстроить свою, а эти вот названия, допустим, потому что, ну, как... Если начинать, то, наверное, ну, с малого роман это далеко забросить. Времени много надо. Ну, начать с первой главы, а там уже аппетит пойдёт в его время еды. Вот, если не хватит пыла, можно всегда из романа сделать повести. А вы сами писали? Уже есть что-то? Да, я сейчас заканчиваю книгу, японскую сказку, сказку о японской азбуке. Я как раз буду вместе с вами тоже писать, буду выкладывать на суд публики. Вот. И так что мы в одинаковых условиях, можно сказать, находимся, взаимообогащаем друг друга. Так, про пол мы поговорили. Важно ещё поговорить о том, чем он занимается на работе, или если он учится, то в школе. Ну, это подростковый пока возраст. Да. Это школа пока. Да, то есть где он больше всего времени находится, вот важно это понять, чем он занимается в это время. Да, есть люди там, ну, в любом коллективе всё равно возникают какие-то отношения, соперничество, противоборство, и поэтому это тоже даёт определённую фабулу сюжету, и коллизии возникают. Конечно. И поэтому интересно за этим следить, читатели. Также важно поговорить именно о социальных связях героя, и, конечно, вот мы как раз говорили о том, что если очень много героев, то сложно будет закончить роман, потому что надо вот каждого героя хотя бы как-то проработать и сделать его понятным, узнаваемым, выпуклым. И поэтому, если начинающим, я советую идти по пути наименьшего сопротивления и взять героев, ну, один-два, ну, вернее, два-три героя, чтобы себя не запутывать с самого. Да, вот, например, у вас сколько героев будет? Ой, я, ну, как минимум три. Три. Угу, хорошо. Вот, как раз я взял, у меня пока тоже три героя, мама, дочка и, ну, есть второстепенный герой, но вот три, даже главных два героя. А антагонист, антагонист он как бы есть, но он не явный антагонист, так скажем. Ну, а Крис Бейти взял просто два персонажа, несколько персонажей, и максимально сократил все социальные связи, то есть переезд. И чтобы у читателя был отклик, эмпатия, он сделал вот такой разрыв отношений. Понятно. Что, как выглядит жизненное пространство героя, это не время действия о нем, поговорим позже, а именно то, как внутри устроено, как он организует свое пространство и в рабочем, на рабочем месте и дома. Вот, задумывались над этим или еще пока нет? Нет, конечно. Угу. Ну вот, запишите, чтобы думать. Угу. Какие хобби у этого героя? Понятно. Да, что он любит делать. Является он членом команды, куда-то ходит, обучаться. И почему ему привлекательны то, чем он занимается в свободное время и сколько он этому времени выделяет. Так. Ну вот, и как раз вот то, что вы говорили, что вы начали с самого, с истории, вот, что делали год назад, что делали пять лет назад. Вот эта предыстория важна именно для того, понимать психологию персонажа. Ну, если пока этой предыстории нет, то она все равно по мере развития сюжета, она будет появляться. И если пока нет, то можно пока этим пренебречь. Ну, так как мы пишем о себе, если вы пишете о себе, то вы знаете всю подноготную, всю предысторию там до пятого-шестого колена. Поэтому вам проще будет. Да, кем мечтали стать, кто оказал влияние, вот, что, как жизнь сложилась. Есть, хотите поделиться или идем дальше? Идем дальше. Жизнь сложилась по-разному, далеко по-разному. Ну, необязательно на последние вопросы отвечать, можно другие вопросы. Ну, тогда идем дальше, да? А идем, конечно, дальше. Да, тут у нас много, да, материал достаточно плотный, поэтому идем дальше. Каковы ценности? Вот как раз то, что главное вы для себя определили. Каковы ценности и принципы героев как раз у героя и антагониста скорее всего будут разные ценности и принципы. На этом будет основана коллизия. И, да, за этим интересно наблюдать. И как это проявляется в действиях, конечно же. про сюжет мы поговорим уже завтра, чтобы не, чтобы у вас отложилось. Да, да, большой материал получился. Поделитесь, что было от самого ценного, что было, какие вопросы может возникли, что... Ну, вопросы не возникли, потому что, как, ну, представление есть, поэтому важно, наверное, как-то сконцентрировать это все, потому что, ну, как, если брать материал из собственного опыта, собственной жизни, то он там, конечно, огромный. Поэтому нужно просто продумать структуру, продумать сюжет, чтобы из всего этого взять самое главное и сконцентрироваться на чем-то более важном, конкретном, для меня, например, а остальное пока отбросить. Вот это важно. потому что действительно материал большой. Здорово. Я рекомендую идти путем, сейчас я вспомню, как это называется, потока сознания, то есть все, что у вас возникает по поводу этой книги, прямо наговорите, или, ну, писать это долго, наговорить удобнее. наговорите, вот ВКонтакте он сразу голосовым, голосовой помощник сразу расшифровывает. Если у вас, если у вас Telegram Premium, там тоже есть такая функция. Premium у меня, да. Да, вот. Наговорите просто, можете прямо завести себе отдельный Telegram канал, где вы будете делиться своими мыслями о вашей будущей книге. Вот. Ну, и кое-что из того, что приходит, можете делиться в общем чате. будем смотреть. будем смотреть, потому что времени не очень много. Насколько марафон ваш рассчитан? Он рассчитан на месяц. Понятно. Да, он такой плотный достаточно. время есть, потому что каникулы. А так я вообще-то работаю с трех до шести. То есть с трех до девяти обычно. До восьми. Ну, вы можете смотреть в записи. где-то то есть в записи все время будет, да? Ну, пока каникулы я, допустим, могу. Когда начнется работа, уже все. У меня в этом году большая нагрузка. Я же на следующий год я ее обязательно сброшу. А в этом году уже набрала до конца учебного года. Угу. Да и понятно. Поэтому может быть вам уже стоит подумывать о расширении кого-то себе в команду брать? Ну, кого-то в себе в команду брать. Дело в том, что у меня основная масса уроков они у меня дома проходят. На квартире. Угу. Поэтому у меня онлайн мало. Я больше провожу вживую. То есть у меня дети нашего поселка, нашей округи. То есть те, кто могут прийти, приехать и так далее. А онлайн у меня немного. У меня Магадан по-прежнему. У меня Чебоксары есть девочка. Потом Ростов-на-Дону есть девчонка. И Адлер. Вот это они те, которые иногородние. А остальная гвардия вся местная приходит. Вот я поэтому и хочу сократиться уже много. Хочу больше на онлайн уйти. Я заметила, что я от онлайн устаю меньше, чем от живого общения. Ну да. потому что там видно идет еще и психологическое воздействие. Ну там же встреча, проводы и так далее. Встреча, проводы. Вот как-то я же говорю, я заметила, что когда я онлайн уроки провожу, я не устаю так, когда провожу их вживую. А у меня основа живую. Поэтому они можно сделать премиум сегментом вживую. Да, вживую у меня есть. Вот. И остальных перевести в онлайн. Ну, местные не очень хотят в онлайн, потому что у людей взгляды, наверное, и результаты вот отличаются. Как-то родители сравнивают. То умскул вот есть известная онлайн школа, так сказать, результат все равно хуже, чем живую. Ну, это их результаты. У них там массовый поток. Родители же судят по своим результатам, а не по чужим. Поэтому, ну, наверное, это связано еще с тем, что ну, как, родители не очень хотят, чтобы можно тест-драйв сделать, то есть оставить цену ту же, ту же цену оставить и провести одно занятие онлайн или несколько занятий онлайн. Нет, вы знаете, я провожу иногда онлайн. Во-первых, онлайн я всегда провожу последнюю консультацию перед экзаменом. я их всех, то есть не приходят, а в одно время, до последнего вопроса, это идет онлайн консультация, она всегда идет только онлайн, потому что всех собрать дома, это нереально. И это время, тем более, я эту консультацию провожу бесплатную совершенно, как такой бонус. Поэтому это есть онлайн, взгляд родителей. Провожу онлайн консультации, когда непогода, могут не добраться, когда болеет ребенок, допустим, еще в школу.